В рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы в учебных заведениях Славянского района проводятся встречи с ветеранами. В школе номер три на днях состоялся урок мужества. Школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны Василием Васильевичем Вертелем. С подробностями Тина Копачевская и Георгий Калинин. В годы Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель был разведчиком. Практически всё время на фронте приходилось быть на передовой. Пережить пришлось многое – потерю близких, гибель боевых товарищей. Одно из самых страшных воспоминаний – бои за Сталинград. Из дивизии, в которой было 17 тысяч человек и в которой служил Василий Васильевич, остались в живых только 360 солдат. Он подробно рассказал школьникам о своём боевом пути. Ребята из первых уст узнали, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Ну, вы знаете, что немецкая армия – это была очень сильная, грамотная, умная армия. Против неё было тяжело воевать. Это внезапное нападение. Россия много… Ой, тут много можно говорить об истории Великой Отечественной войны. Это надо урок, целый час можно рассказывать, почему мы отступали до стен Сталинграда. После чего, почему начали наступать с успехами, с победой и так далее. Это, я же говорю, целая история. Это, если бы это была история книга, или вот, если я раньше изучал кто такой Александр Невский, Минин Пожарский, Кутузов, Суворов, Варшилов, Будённый, Чапаев и так далее. Это была книга истории. Это было изучение. Я её сейчас помню. Глава района Роман Сенеговский рассказал школьникам о тех мероприятиях, которые администрация района совместно с общественными организациями, учебными заведениями, готовят к празднованию 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Одно из основных направлений – это ремонт памятных мест, мемориалов. В Славянском районе их более 50. Мы планируем, если каждый год мы готовились, мы делали текущее содержание, скажем так, текущий ремонт этих памятников. В этом году это будет капитальный ремонт. Буквально все памятники будут отремонтированы, покрашены. Где-то переложена будет плитка, восстановлены надписи с фамилиями, с именами. Все эти работы мы планируем, конечно же, выполнить. После встречи ребята делились впечатлениями. Максим Мартынов считает, что историю своей страны должен знать каждый. Самое, пожалуй, замечательное было то, что у нас ещё ветераны, они ещё живы. И встреча с ним – это действительно праздник, который я могу приравнять к другим. Когда ты слушаешь, ты понимаешь, что такие люди, как Василий Васильевич Вертель, они уже… наше поколение уже не такое. И именно вот это воспитание духовное, которое предаёт нам прошлое поколение, оно помогает нам воспитывать себя изнутри и духовно. Как важны нам сейчас воспоминания и рассказы ветеранов, таких как Василий Васильевич Вертель. Ведь они – живая история нашей страны. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok